МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На ВДНХ проходит агропромышленная выставка «Золотая осень» – главный сельскохозяйственный форум страны. Более полутора тысяч экспонентов из 60 регионов России и 12 стран мира представляют здесь свою продукцию. Главная тема выставки – экспортный потенциал аграрного сектора. За 7 месяцев этого года экспорт сельхозпродукции из России вырос на 19%. Зерно, масло, сахар и другие продукты поставляют в основном в СНГ. На втором месте страны Азии и Ближнего Востока подтягивается Африка и Европа. Как утверждает глава российского экспортного центра Петр Фродков, увеличивается доля среднего и высокого передела. Это продукция с высокой добавленной стоимостью. Несомненно, пшеница тоже есть добавленная стоимость, потому что ее надо вырасти, ее надо перевести, ее надо все равно отработать. Когда ты из пшеницы делаешь муку, это уже средний передел. Если ты из муки делаешь кондитерское изделие, это высокий передел. То есть все больше добавленной стоимости остаются в России – рабочие места, налоги, занятость, как угодно. Но при всем при этом, создавая эту цепочку, ты понимаешь, что это все надо продать. Потому что чем более высокий передел, тем больше усилий ты должен потратить для того, чтобы это реализовать. На своем стенде РЭЦ собрал агропредприятия из разных регионов, чтобы помочь им найти иностранных партнеров. Ольга Чикмак представляет экологическое сельское хозяйство Кировской области. Они производят инновационные продукты на основе меда. У нас есть партнеры в Германии, в Египте, которые очень заинтересованы в поставках качественного меда. И мы с ними ведем уже переговоры. Небольшую трудность мы встретили с тем, что мы должны были получить нормативную документацию для соответствия с таможенным соглашением с Евросоюзом. И в этом нам помогает российский экспортный центр. Группа агропредприятий «Ресурс» уже активно экспортирует мясо птиц в более чем 30 стран. Как говорит Анастасия Жерденева, главные их клиенты на Ближнем Востоке. Мы аккредитованы и являемся единственной российской компанией, которая получила сертификат ЭСМА. Это агентство по стандартизации и метрологии, которое сертифицирует компании, производящие продукцию халяль именно для Ближнего Востока. Наша халяльная продукция соответствует всем мусульманским канонам. У нас ручной убой, у нас специалисты, которые работают, это правоверные мусульмане, у нас есть благословение имама, нас постоянно контролирует совет муфти. Как говорят в РЭЦ, главная задача – вовлечь в экспортную деятельность малые и средние аграрные предприятия. Именно они приносят наибольшую добавленную стоимость продукта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова